Моторадио представляет В твоих партнерах, смежниках Ну я не знаю, аутсортинг Как правильно сказать? Уверен, ты меня поправишь Мы попробуем в сегодняшней теме понять Что объять необъятное невозможно И не может мастерская басмача быть одновременной маляркой И какой-нибудь высокоточной расточкой Каких-нибудь сотых миллиметров Там с чего-нибудь и так далее И в этой связи, вне всякого сомнения У тебя подобные люди есть Давайте сегодня немножко поговорим о них Да, давай Действительно, поскольку ремонт двигателя Или тюнинг двигателя Это операция очень ответственная Состоящая из множества ступеней Да, там, или составляющих То получается, что нужна помощь Узких специалистов Которые занимаются какими-то Одними узлами, там, допустим Вот, если, допустим Мы можем грамотно разобрать, собрать Посчитать степень сжатия Перед сборкой Определиться на какой там размер точить Если надо точить Проверить и отрегулировать зазор В поршневых кольцах Может быть, поднять цилиндр немножко Или поднять голову, да, там Либо, наоборот, подгрызть голову Внутри, там, степень сжатия Чтобы была поменьше, да То есть дать объема Проверить совпадание воздушных каналов Которые там из пустного коллектора Как бы идут в головке, да, допустим, да Иногда даже мы вот отдаем В расточку В пустной коллектор В зоне дросселя Чтобы поставить больше дроссель Это такой экономичный вариант Делается на заводе В принципе, дает свой результат Там, типа, плюс 5-7 лошадей Что, в общем-то, тоже никогда не лишнее Но предыстория озвучена длительная И мы тут приходим к вещам Которые мы принципиально не делаем Допустим, ремонт коленчатых валов Да, там, где нужен пресс Где надо перепрессовывать палец Потом его выставлять Чтобы было нулевое, там, практически Биение, там, типа, 3-4 сотки Да, там, как обычно делает Как бы это И специально обученные люди Как бы они этим занимаются Да, допустим, Артур Мотоломоносов Он, как бы, на этом собаку съел Причем неоднократно, как я предполагаю Вот, у него все получается хорошо Допустим, надо расточить цилиндры Как бы Тут возникает вопрос Что харлиевские цилиндры Должны точиться в специальной оснастке Которые их сжимают Имитируя натяг, который головка цилиндров Как бы делает То есть у нас получается Цилиндр сжат между головкой цилиндром И картером, да То есть он имеет напряженное состояние Эта оснастка необходима Для расточки цилиндров Потому что, если померить В оснастке и без оснастке Там, в пределах 4-5 соток Гуляет размер То есть, как бы, ну, это-то много Удивительное, кстати, явление А чем оно объясняется физически? Да, по-сознанию Слушай, объясняется не знаю о чем Но какие-то напряжения там есть Которые, соответственно, должны быть или не быть То есть, ну, надо просто об этом знать То есть, еще раз Значит, если мы просто разберем двигатель Возьмем цилиндр И проточим его под какой-то размер А потом соберем двигатель У нас все получится перекосы внутри Потому что в несобранном состоянии Все будет ровно А в собранном как раз не подойдет Правильно я понимаю? Абсолютно верно То есть, мне было интересно То есть, вот у меня есть оснастка Называется стресс-плиты Ну, стресс-сжатие Которыми, значит, стягиваются Два торца цилиндра Да, то есть Значит, я отдаю там цилиндр в расточку Расточнику Говорю, какой размер делать Значит, расточник на расточном станке Увеличивает диаметр Потом на хонинговальном станке Он, значит, как бы спиливает вот эти вот колечки Нарезки, да, там Чтобы получилась Икс-образная диагональная сетка такая Да, то есть В виде диагональной такой насечки Значит, дальше он там прогоняет Специальными щетками Чтобы снять гребешки острые После, значит, хонинговки И дальше, значит, я прихожу Плащу деньги, забираю цилиндры Значит, после этого я привез цилиндры к себе Наладил, значит, нутромер То есть, ну, надо же проверять Что у людей получилось Вдруг у них какая-то накладка вышла Наладил нутромер Стал мерить Все четко Обычно, значит, в пределах Одной сотой миллиметра О, одна сотая миллиметра Как бы Точится цилиндр, да То есть, там, допустим Там 100, 100, 06, 100, 07, да То есть, вот, ну, как-то так Причем и в поперечном И в продольном А должно быть одинаково И сверху и внизу Не должно быть ни бочки, ни конуса Вот Соответственно, получилось Дальше мы, как бы, раскручиваем стресс-плиты Их снимаем Начинаем мерить И размер пляшет, наверное, на 4, на 5 соток То есть, вот, получается, что было ровно Как бы мы расслабили И стало неровно Вот, соответственно, собираем обратно Опять ровно Поэтому, если, допустим, вы замыслили Там, отремонтировать мотор И расточить цилиндры Самостоятельно Отремонтировать Ну, где-нибудь То есть, ну, понятно, что не дома, да Там А куда-то отдать Хотя Я тут смотрел Видео смешных чуваков Которые и жить и нет Там вручную растачивают цилиндры Маньяки Потом расскажу, если время останется Очень забавно Ну, в общем, короче говоря Если вы надумали точить цилиндры Вам нужно точить В трессплитах Потому что иначе То, что у вас На вымытых цилиндрах Получается Будет совершенно Кардинально отличаться От того, что будет в моторе После сборки То есть, вот такой человек У тебя есть один Может быть и не один Который занимается Именно такими высокоточными работами Правильно? Да Я уже, наверное, лет 7 Езжу в одно и то же место Один и тот же растачник Мы давно взаимодействуем Понимаем, что как бы нужно И как получается Да, там, ну, как бы не самые гуманные цены Но зато Качество меня вполне себе устраивает И залетов практически не было Вот Далее, значит, мы переходим К головкам цилиндров, допустим Что такое головка цилиндра? Головка цилиндра Это сложный сборочный узел Который состоит из Понятно, что там Отливка из алюминия Из алюминиевого сплава Направляющие втулки Запрессованные седла Клапана Пружина клапанная Там Со своими там Упорными тарелками Сухарями Маслосъемные колпачки В общем, короче говоря Деталей много Значит, изнашиваются они Как? От длительной эксплуатации Полоса контакта Клапана и Седла То есть то, что уплотняется Перестает быть узкой И блестящей То есть там возникает От перегрева И от попадания Каких-то неприятностей Какие-то каверные Раковинки От кучи факторов На самом деле Никто не знает Что конкретно Приводит к чему Потому что Это все равно вопрос Растянутый во времени И как это все проявляется Неочевидно Ну, принципиально То, что мы открываем голову Смотрим А у нас там Допустим Рабочая фаска Впускного клапана Она имеет Раковинки Там Ну, видно, что Неправильно стыкуется В стародавние времена Народ, значит Любил Притирать клапана О, это все слышали Выглядит это Следующим образом Значит Что берется Присоска с палочкой Намывается голова Мажется специальной Пастой Зона контакта Да, там И, значит Крутя эту палочку Вот момент Мы клапаном Стучим об седло То есть, получается Имеем удар С проворотом Да, то есть Чтобы как бы Образив работал И долгими Зимними вечерами Значит Трем Это все Всю эту историю Дрилью притирать Не по фуншую Неправильно Потому что Не будет Выставляться клапан И спилить можно Больше, чем надо Есть нормативные данные На ширину Вот этой полоски Контакта Между клапаном И седлом клапана Она должна быть Там, типа Не больше двух миллиметров Потому что Чем шире эта полоса Тем меньше Удельное давление То есть Менее плотно Получается Закрывается Этот узел Соответственно Когда мы притираем У нас эта фаска Расширяется Ну мы стираем Получается Стеряем поверхностью Двух деталей Сопряженных Фаска становится шире Поэтому Нормальные пацаны Головки возят В контору Которая нарезает фаски Делает Именно то Что нужно То есть Они берут У них есть специальный станок Который позволяет Нарезать рабочие фаски А там Должно быть Три фаски По идее На самом деле А в хорошем варианте Их режут пять Вот И они режут эти фаски На клапанах Они рабочую плоскость Тоже прошлифовывают Получается Что клапан Своей свежеобработанной Поверхностью Касается Стыка двух фасок На седле И площадь контакта Небольшая И уплотняется Все сразу То есть Ничего притирать не нужно И площадь контакта Узкое удельное Давление высокое Работает хорошо Проверяется Это все Вакуумной присоской То есть При закрытом клапане На канал Одевается Специальная заглушка Вакуумный насосик Соответственно Манометр И смотрят Насколько там Давление падает То есть Насколько пропускает То есть Как правило Все офигенно Притирать ничего не надо То есть Мотор собрал Потом голову Ну перемыл Конечно Все хорошенечко Перемыл головки Помазал Собрал С новыми колпачками Все идеально заработало Мастерская Басмача Значит Зачастую Существуют еще Ситуации Когда надо поменять Направляющие втулки Клапана Или клапана Клапан-то поменяет Фиг с ним Ну то есть По идее он точеный У него Относительно стержня клапана Все фаски Напилены В осях А вот если мы Меняем Направляющую втулку То Как правило Клапан не садится На щедло После этого Не садится Везде по диаметру То есть Где-то он касается А где-то нет И Потому что Ее можно запрессовать Чуть-чуть Как бы неровно То есть Грубо говоря Это прессовая посадка Где чуть-чуть Все шевелится И получается Что Во-первых Натяг на втулке Относительно головы Должен быть определенный Если ты сделаешь Меньше чем надо Она вывалится Но начнет ходить От нагрева Если сделаешь больше чем надо Голова хрупнет Был у меня такой случай Когда я там С неправильным натягом Прессиком Втулочку сажал И меня тряснула голова Как бы Ну Голова в помойку После этого То есть Ну это дорого Почем стоит головку новую купить Не отметим Потому что не помню Ну немало Да Это лишняя проблема Которые Абсолютно не нужны Лучше их избегать Поэтому соответственно Вот вопрос Замена втулок Я тоже поручаю Тей же конторе Которые занимаются Седлами и клапанами Потому что Они распрессовывают Соответственно Вытаскивают старые втулки Меряют отверстия Получается что Ну а втулка Должна быть Уже чуть-чуть живнее Потому что Пока втулка старая Вытаскивалась Она чуть-чуть Отверстие раздала Вот Соответственно Проверяется Актуальный диаметр Отверстия Смотрится какой Нужен натяг Там по-моему Пять соток делают Или шесть Вот Соответственно Подгоняются Наружные размеры втулки Под вот этот вот размер Голова греется Туда прессуются Эти втулки А потом Значит Туда раз И клапан не лезет Почему? Потому что Втулка делается с припуском То есть на обработку Там на моем Десятка что ли идет То есть ее надо Разворачивать Специальной разверткой Фенинговать там Специальной щеточкой И после этого Туда клапан заходит Но это еще не все А прикол в том Что после этого Обычно клапан Рабочей фаской На седло не садится То есть у них Несоосность выходит И вот после этого Нужно обязательно Нарезать фаски На седлах То есть Когда у вас втулки Поменялись Относительно Новые втулки Которые являются Ощью вращения клапана И перемещения Относительно Этой оси Нарезаются Новые фаски На седлах То есть Вот эти все работы Сложные О которых ты сейчас говорил Делают Еще одни обученные люди Твои партнеры Да Это работает контура Которая занимается Ремонтом автомобильных моторов Там энциклетных И в принципе у нас Как бы Длительное взаимодействие Все получается круто То есть Эта работа Важная Ответственная И сложная То есть Как бы И высокоточная Там станок Каких-то там Безумных денег стоит Вот этот вот Который Растачивает Все Вот К чему собственно Я это все веду Я к тому веду Что Браться полностью За мотор И пытаться сделать Все вот эти Процедуры Операции самому Нет никакого Смысла Потому что Человек Который Занимается 30 лет Головками Он знает Эту историю Он эти головки Видит каждый день По несколько штук У него Наработан Такой опыт И такая Чуйка Профессиональная Что как бы До этого уровня Ну то есть Сложен дойти Человек Который Там растачивает Цилиндры Растачивает Там этих цилиндров 5 дней в неделю По 8 часов Или по 10 На работе Он тоже Шарит в этой теме То есть Он Видит многое То что не видишь ты И какие-то вещи Он понимает Поэтому Лучше Воспользоваться Его опытом А какие еще У нас направления У тебя В смысле Есть направления Какие еще Партнерства Вот ты говорил По коленвалам А что еще Ну Малярка Наверное Напрашивается Безусловно Да Малярка Тоже отдается Специально обученным людям Эти люди Как бы делают Хорошо И замечательно И привозят готовое Там Есть чуваки Которые ремонт Пластика делают Да Тоже То есть Мы завозим им Там если какое-то Раскололось Кофр Или еще что-то Они там Действительно Хорошо делают Но Есть чуваки Которые занимаются Ремонтом электронных блоков То есть Электроники Которые Понимают В этой компонентной Базе Этих Ужасно Маленьких И умных Деталей Которые Там Стоят И Как бы понимают Как они могут Не работать И что Как бы Происходит И как То есть Мы обращаемся В случае чего К ним То есть Мы понимаем Что есть Какие-то узкие Узконаправленные Работы Которые Пытаться Спрашивать Ну видимо Окружающих Я посмотрел Которые Которые У него цилиндр Мы помним Деталей Деталей Техники Не задалось Которые Еще говоря О сотрудничестве Вот С двумя Мы работаем Как бы Усполнитель Замечатель Ну В преддверии Начала мотосезона Очередной раз Напомним Что ребята Привозите Свои байки На эвакуаторах На ТО Потому что Скоро У басмача Вообще Не будет Для вас Времени Слушай Уже Вот завтра Два мотоцикла Привезут У меня почти Полная мастерская Плюс еще Два привезут Я уже начинаю Немножко напрягаться Часто Ну что ж Объективный процесс Перехода К теплому сезону Хотя смешно Об этом говорить В начале февраля Хотя и не смешно Не смешно Потому что Март уже будет В марте Будет гонка В мастерской То есть Уже работать Нужно будет По 10 часов Наверное Окей Спасибо тебе большое Слава За интересный Рассказ Все работаем Со смежниками И все Меняем масло Заранее И до новых встреч Да Всего хорошего Услышимся снова Мастерская Посмача Очень легко Найти в интернете В гугл-картах Или в яндекс-картах Она однозначно Найдется Без всяких вариантов Колымяшский Проспект Дом 10